Привет всем, мои хорошие! Поздравляю вас с праздником всех влюбленных! Конечно же, желаю вам большой-большой любви! И, как обещала, расскажу в этом видео про свои покупки, которые я сделала онлайн за последнее время. Во-первых, у меня такая небольшая радость, я наконец-то освоила заказы с ebay. И я, как и многие люди, тоже имела предрассудок по поводу того, что покупать у других пользователей, а не у какого-то онлайн-магазина небезопасно. Но, как я выяснила, сейчас мне даже кажется, что это более надежно, чем покупать в онлайн-магазине. Потому как продавец очень сильно дорожит своей репутацией. И когда мы заказываем у какого-то сайта, который доставляет свою продукцию, мы не видим их статистику. Но нигде на сайтах нет отзывов клиентов в процентном соотношении. То есть, сколько довольных и сколько недовольных. А на ebay это есть. И для продавца самое важное, что может быть, это его репутация. И он, конечно же, не захочет ее потерять. И поэтому мы можем вполне доверять тем продавцам, у которых очень много положительных отзывов. Вот такое вот лирическое отступление. Покажу вам три вещи, которые я впервые заказала с ebay. И обязательно дам все ссылки о том, как что заказывается, где что заказывается, где что покупал. И как сделать карту. И как зарегистрироваться на Paypal. Уверяю вас, это очень просто. Пожалуйста, захотите разобраться сами. И, пожалуйста, потратьте свое время на то, чтобы вникнуть в обучающие видео и статьи, если вам это интересно. Ну и то, чем я уже похвалилась в старых видео, это Саши Витт. Безумно известная сушка для лака. Это верхнее покрытие, которое ускоряет высыхание любого вашего декоративного лака. И я взяла в огромной упаковке по совету Miss Beauty Rella. У нее тоже такая же сушка, и она тоже покупала ее в большом формате. Это вот такая вот огромная упаковка. Здесь 14 мл стандартный пузырек. И 118 в таком большом лаконе. Это профессиональный размер. И есть воронка для того, чтобы переливать. Ужасно довольна покупкой. И просто я буду покупать его снова и снова, когда закончится вот эта вот упаковка. Кстати, довольно экономично получилось. Я не помню точно, сколько мне вышло вот это вот средство. Но где-то в районе 1000 рублей, мне кажется, учитывая то, что размер огромнейший. Это получается вполне дешево даже, сравнимо с дешевыми сушками от, там, не знаю, умной эмали, наверное, и Essence. Просто самая лучшая сушка для лака, которую я видела в своей жизни. Которые действительно за считанные минуты сушат декоративный лак. И после нанесения, конечно, цветного лака нужно подождать пару минут, чтобы он немножко, скажем так, сел. Потом нанести вот эту сушку, и через минуту вы можете уже собираться одеваться. И советую всегда наносить более тонкие слои. Лучше нанести два тонких слоя цветного лака, чем один толстый. Тогда это будет сушиться лучше и с быстрыми сушками, и без. Дальше опять для ногтей. Вещь, которую я очень давно хотела и не могла найти в наших магазинах. Либо находила бы с нас словно дорого. Это от Nail Tag Foundation 2. Это для неоднородных ногтей базовое покрытие, которое укрепляет ногти. То есть база под цветной лак, которая дает матовый эффект, за счет чего лак лучше держится на этой базе и более ровно ложится. Как бы выравнивает текстуру ногтя. Ну и в принципе, те, кто смотрит англоязычный канал и знают, что Miss Chivas, известнейшая бьюти-гуру, очень любит вот эту штуку. Если кто-то не знает ее, я оставлю обязательно ссылку внизу. И это ее любимое покрытие для укрепления ногтей. Очень давно хотела. И вот через несколько месяцев, я думаю, знаем результаты. Очень многие бьюти-блогеры, особенно нейл-блогеры, очень ховали эту вещь. Буду пробовать. Еще она шла в картонной упаковке, но там у меня помялась при транспортировке. Третья вещь, которую я заказала, в принципе, не требует даже заказа на ebay. Ее можно найти на Buying Coins и других сайтах, которые доставляют в Россию китайскую косметику. И это вот такая пустая палетка. Так как донышки здесь уже есть, вы можете либо вынуть их и положить сюда, например, мак или какие-то другие рефилы, либо же вы можете просто выковырить, скажем так, из родной упаковки любую свою тень и приложить вот сюда, спрессовать спиртом по всем известному, наверное, способу восстановления теней. Точно так же, как восстанавливаются сухие тени с помощью спирта. То есть вы добавляете чистый спирт от 75 до 90%, перемешиваете с тенями и прессуете сверху салфеточкой. Дальше даете много часов, ну, хотя бы часов 10 высохнуть. К сожалению, эта пустая палетка уже очень давно раскуплена на Buying Coins, и я не могла ее купить, поэтому заказала с ebay. И вот я сюда приложила разные-разные свои тени, и у меня еще есть два пустых места. Скоро добавлю. Почему я ее купила? Мне, например, нравится, когда мои тени собраны не в разных упаковочках, разномастных, а в одной какой-то палетке. Но дело в том, что вот такие вот палетки от jeans, всем известные, разрекламированные нами бьюти-блогерами, очень сложно достать. И к тому же, если у вас, допустим, часть MAC, часть Art Deco, часть Art Visage, часть NYX, все они будут разной формы и будут не очень красиво смотреться в палетке, таким вот образом можно собрать все в палетку с таким одинаковым видом рефилов. Эта палетка не магнитная, у нее пластиковая упаковка, и металл здесь только вот в этих донышках. Вот, собственно, я сейчас еще раз достану. И просто здесь такой черный поролон, в котором вырезаны дырочки для вот этих вот донышек. Вот, то есть здесь просто пластик. Странно то, что палетка у меня на 15 рефилов, но в ней почему-то было 16. Я не знаю, почему в одной ячейке лежал дополнительный рефил. Вот, в общем, для тех, кто хочет собрать свою разномастную косметику, или когда, например, в ваших палетках несколько цветов закончилось, несколько осталось, и вы не хотите ее выбрасывать еще, вот можно таким образом организовать. Дальше у меня было еще несколько некосметических покупок с Buying Coins, и не относящихся к красоте и бьюти-блогу. Поэтому покажу вам только то, что относится. Вот тоже с сайта Buying Coins я заказала такие вот два ободка, повязки на волосы, чтобы просто вы видели, как это выглядит. Потому что многим интересно то, что продается там, как это выглядит в реальной жизни. Вот такое вот украшение на волосы, скажем так, из имитации жемчуга, и вот в форме, в виде косички такой ободок, это оттенок коричневый, чтобы вы имели в виду просто, как это выглядит вживую. И еще я заказала себе палитру консилеров китайских, вот такая вот, на 15 цветов. Выглядит она точно так же, как пустая палетка, то есть палетки сами одинаковые, только вот эта вот пустая без консилеров, а вот в этой вот заполнены уже вот эти вот донышки рефил. И они отсюда, на самом деле, вынимаются при желании, они довольно крепко там сидят, но если хотите, можно вынуть. Ну и что хочу сказать, очень многие цвета сильно розовые или сильно оранжевые, поэтому для дня ими очень сложно пользоваться. Если у вас уже есть такая, я очень рекомендую вам проверить ее цвета при естественном освещении, где-то на улице, на балконе, для того, чтобы вы могли оценить, очень многие цвета очень розовые или очень оранжевые. Будут при дневном освещении, поэтому имейте в виду, аккуратнее с ней. Но есть парочка цветов, которые действительно с нормальным, таким здоровым, более-менее подтоном. Вот. Ну, консилеры такие средненькие, в принципе, учиться на них можно, что-то такое креативить для ютуба на них можно, но для реальной жизни немножко сложновато, мне кажется, пользоваться. Не стопроцентно хорошо они ложатся. В общем-то, для очень интересующихся ангиажем это может оказаться полезно и стоят совершенно копейки, по-моему, они идут по 8 долларов всего. Дальше у меня был очень маленький заказик с сайта Tiny Deal. Tiny Deal – это сайт, аналогичный с сайту Buying Coins, тоже доставляют в Россию разные китайские мелочи, и не только мелочи, немного одежды тоже. И я не нашла на Buying Coins, точнее, опять, очень много месяцев, уже у них раскуплены вот такие штуки. Такая вот упаковочка, это известная в Азии, такая липучка для волос. Зачем она нужна? Если у вас есть челка, то вы прекрасно знаете, что она лезет в глаза и мешает делать макияж. И также вы прекрасно знаете, что любые заколки и ободки, они помнут волосы. То есть, как бы, вы уберете волосы от лица, но волосы будут помяты. Что-то вот эта штука, это такая липучка, которая просто в любой форме, как вам это нужно, вы можете как-нибудь вот так вот собрать волосы, прилепить и делать макияж, потом очень просто и легко снять, и вы не попортите, как бы, свою укладку, да, то есть волосы придут в то же состояние, в котором они были. Вещь для любителей макияжа очень полезная. Обязательно оставлю ссылку на Tiny Deal. И именно вот этот вот продукт очень давно вижу уже у американских блогерш, особенно американских азиатского происхождения и азиатских блогерш. И, конечно, не забывайте про то, что эта вещь у вас на волосах будет шокировать окружающих вас людей, скорее всего. Вот, но вещь очень удобная и стоит какие-то копейки. И также я решила попробовать гидрофильное масло. До того, как я купила свое от Fresh Line, я заказала масло, у которого в описании было написано, что оно гидрофильное. Это самая дешевая в Tiny Deal, вот такой вот со значком розы под ланком. Но оно, как оказалось, не гидрофильное. Оно не пенится, просто это масло, которое смывает макияж и потом смывается водой. Для лица мне не очень нравится оно, потому что оно оставляет жирную пленку. Для этого не рекомендую. Но если вы уже купили что-то подобное или такое, я могу вам порекомендовать чистить этим кисти. И вообще, в принципе, масла лучше смывают жирные продукты с кистей. И многие даже специалисты и блогеры рекомендуют смешивать ваш очиститель кистей с маслом. Это вот такое вот масло, которое трудно очищающиеся кисти поможет очистить, если у вас такое есть. Дальше совместно с Наташей и Мисс Бьюти Релло мы сделали заказ на сайте, который продает косметику Art Passage. Вот что я купила. У меня 4 цвета одинарных теней Art Passage, 3 блеска, 2 из них из серии с вот такой вот кисью и 1 из какой-то блестящей серии, я уже не помню с чем, а с аппликатором. В общем, покажу сейчас вам свочи, потому как практически нигде невозможно увидеть свочи марки Art Passage. И вот такие 2 карандаша. Эта серия у них называется Ruta, но производство тоже, что и Art Passage, только еще более дешевая серия. Вообще косметика дешевая и продается она в переходах в советских таких магазинах, где продается Fleur и Belle и все подобное, и Ruby Rose. Но качество обалденное, по крайней мере у теней довольно хорошие блески, но у блесков рисковатый запах. Вот мои выглядят вот так вот. Эти тени называются Charm. Покажу вам свои оттенки и обязательно дам ссылку на свой блог, где будут свочи. Я купила белый, бежевый, мятный, они матовые и с блестками. У меня такой вот абрикосовый. Я надеюсь, что вам будет видно все оттенки. Вот примерно так. Тени реально очень хорошие. И если вы на бюджете, то это очень приличные тени. За 120-100 рублей в огромном количестве просто продаются. Вот здесь вот 3,3 грамма. Это почти как две тенюшки MAC. И они хорошо держатся. И действительно очень даже сравнимы с профессиональными тенями. И многие визажисты ими пользуются. Претензия может быть только одна у меня к производителю. Очень мало цветов. Пожалуйста, делайте больше цветов. Но такая фишка у компании Artvisage не на том сайте, на котором мы заказывали. А на другом я видела, что они делают под заказ цвета. То есть представьте себе, вы выбираете финиш, выбираете цвет, описываете этот оттенок. Выбираете наличие там блесток, плотность цвета, интенсивный или не очень. И отправляете заказ. Таким образом вы можете сделать под себя блеск, помаду и тени. Очень хорошие отзывы у этого процесса. Но я на самом деле не знаю, каких именно цветов мне очень не хватает в коллекции. Поэтому еще не пробовала этот сервис. Но мечтаю попробовать. По-моему это очень круто. И стоит удовольствие всего, наверное, 120 рублей за продукт. Плюс доставка, если я не ошибаюсь. Но информацию в любом случае оставлю внизу. Все сводчи обязательно будут на блоге. Но я вам и так тоже покажу. Оттенок блеска, такой очень прикольный бронзовый оттенок. Но он очень интенсивный. Его нужно будет очень прозрачно наносить. Мало кто из девушек такое будет носить в интенсивном виде. Это 209. Дальше просто такой очень популярный цвет. Бледный, розовый, бежевый. Это 302 такой кремовый. И 304 это такой коралл. По крайней мере так он называется. Но на самом деле он такой довольно холодный коралл. То есть такой розоватый оттенок, типа барби. Дальше у меня два карандаша от Рута. Это оттенок бордовый у меня 219. Это такой в стиле Меган Фокс. И коричневый 217. И дальше тени беж 106, белый 101, 117 персик и 114 такой светлый мятный. Вот таким образом они выглядят. И я надеюсь, что хоть что-то вам видно. Тени мне очень нравятся. Я действительно могу их всем посоветовать. Блески мне нравятся, но у них довольно рисковатый запах. Если вы не любите резкие запахи, вам скорее всего не понравятся. Но вот цвета, и на удивление я выбрала два очень популярных цвета. И один, про который ничего я не знала. И они все оказались очень классными на мой вкус. Ну и вообще такими популярными. И карандаши это, конечно, только для бьюти-влогеров. Они стоят, по-моему, 23 или 24 рубля. И они отвратительно пахнут простым карандашом, просто пишущим. И ложатся они на контур более-менее ровно. Но если заштриховывать все губы, то тогда они ложатся с неровностями. Но, тем не менее, и стойкость увеличивают, и, в принципе, с работой своей основной задачей справляются. Просто они не очень приятны в использовании и стоят копейки. В общем, вот такие вот продукты я заказывала в последнее время. И большое спасибо за просмотр. Пока! Пока!